На первом народном Курлтае кыргызские диаспоры за рубежом представили 26 делегатов. Среди них Итолкумбай Ахматов, который прилетел на Курлтай из Москвы. По его словам, наиболее острыми для трудовых мигрантов России остаются вопросы регистрации и медицинского страхования. Также делегат проинформировал, что в последнее время участились факты арестов наших граждан за хранение запрещенных веществ. «К сожалению, имеется много фактов, когда наших мигрантов ловят с наркотическими веществами, они получают наказание вплоть до тюремного срока. В этой связи мы просим вас начать проводить разъяснительную работу среди молодежи с целью уберечь их от подобных проблем. Возможно, есть необходимость проводить общественные работы, снимать предупреждающие социальные видеоролики для молодежи о дурном влиянии наркотиков». В странах Европы у мигрантов также имеются подобные проблемы. Делегация Датхандаминова рассказала, что в некоторых странах наши соотечественники не могут проголосовать на выборах из-за отсутствия депредставительств Кыргызстана. В этой связи кыргызстанцы за рубежом просят разработать для трудовых мигрантов онлайн-портал, где они смогут реализовывать свои конституционные права. «В странах, где нет нашего посольства, мы не можем проголосовать на выборах, потому что нет онлайн-портала. Поэтому мы просим разработать для мигрантов онлайн-портал, где они смогут зарегистрироваться и иметь право голоса. Вторая проблема – это пенсии. Трудящиеся долгие годы оплачивают социальные выплаты по месту жительства и по месту работы. А после возвращения на родину и при получении пенсии их трудовой стаж в другой стране не учитывается, размер пенсии уменьшается. Поэтому просим заключить двусторонние соглашения в этом направлении со странами, где работают наши соотечественники». Свои проблемы озвучили и делегаты из конфессиональных сообществ Кыргызстана. В рейдер-школ Оржской области наблюдаются проблемы с изучением государственного языка. Как сообщила председатель узбекского национального центра, в южной столице выпускники школ с узбекским языком обучения не могут переступить в пороговый бал ОРТ из-за незнания государственного и русского языка. «Президент заслушал все наши обращения, и мы надеемся, что эти проблемы будут решены. В городе Ош много школ с узбекским языком обучения, но так как ОРТ проходит на кыргызском и русском языках, выпускники этих школ на экзаменах получают низкие баллы и не могут поступить в вузы. Мы просим президента ввести в такие школы предметы по изучению кыргызского, русского и английского языков». Как отметили делегаты, съезд проходит прозрачно, как и сами выборы представителей. Никто из руководящих чиновников или представителей органов местной власти не вмешивались в выборы делегатов. Делегаты были избраны народом. Они положительно оценили то, что президент лично присутствовал на протяжении всего ОРТ. Такого собрания кыргызский народ ждал много лет, заключили делегаты. «Не могу сказать плохого. Все, что надо сказать, все говорят. Но я, например, не чувствую ограничений каких-нибудь. Все пришли со своими проблемами, все высказываются. Но я думаю, что президент наш может решить эти проблемы». «Я могу сказать, что проходит на очень высоком уровне. Сам президент во главе, участвуя в нашем народном Курултае, сидит сначала Курултая до сих пор и слушает все проблемы от всех сел, начиная с села, районов, города до республиканского масштаба. И это очень радует, так как благодаря такому народному Курултаю между властью и между народом всегда который можно уже решить на уровне и президента, на уровне и правительства, на уровне мэрии, города, района и так далее». Отметим, народный Курултай продолжится 26 ноября. Тогда делегаты получат ответы на все свои сегодня заданные вопросы и предложения. После завершения народного собрания с делегатами встретятся члены кабинета министров страны и обсудят планы на будущее. Редактор субтитров А.Семкин